Тоже самый элемент вскидывания, либо задвигания локтя внутрь, но с коротким клинком. Именно с коротким клинком. То есть рука идет вверх, либо она была здесь вперед. И за счет вскидывания локтя, в зависимости от дистанции, мы получаем то же самое движение. Либо укол сбоку, либо укол вперед. Если же мы вскидываем и делаем движение от себя, мы фактически получаем реверсивный порез. Оказавшись на определенной дистанции, опять же мы вскидываем. Это не амплитудный замах, который противник может увидеть и пресечь, либо уйти от него. Если даже здесь уже стоит защита, мы как бы двигаемся вдоль нее. И поднявшись до нужного уровня, вскидываем локоть, тем самым и совершаем мощный укол. То есть движение, если противник попытается защититься. Если так, вот. Если мы говорим про движение от себя, опять же, я вскидываю на нужном уровне, за счет подъема локтя совершаю реверсивный порез, соответственно с поворотом. Если я буду делать амплитудный, человек может сделать подставку. То есть я уже сигнализировал. Если же я делаю таким образом, пытаюсь защититься, я успеваю пройти как раз за ним, что вполне достаточно. Противоположным вариантом, это когда локоть идет внутрь. Таким образом мы получаем короткий, мощный укол от корпуса. Опять же, это для клинча, для средней дистанции. Хотя, в принципе, даже вскидывание бросок на дальние дистанции позволит нанести достаточно мощный укол. Это же действие внутреннее можно использовать как защитное. То, что мы видели в пустых руках. Либо я вскидываю, сдвигаю, либо я кидаю локоть, двигаю себя. Ну и вскидываю сюда, опять же, атакующий подрез внутрь. Защитные действия при вскидывании точно такие же, как в пустых руках, только акцент идет, опять же, на клинок. Если совсем короткий, то на предплечье. То есть, если это верхний уровень, мы вскидываем руку вверх, уходя с линии атаки. Либо от себя. Если атака идет ниже, либо, кстати, от таким же действиям мы можем совершать порез в лицо, либо по атакующей руке. Ну и здесь уже можно говорить о некоторых комбинациях. Например, я с дистанции перекрылся, вхожу, показываю угол снизу. Как только человек пытается препятствовать, я вскидываю, наношу боковую. Либо наоборот, показав вверх, наношу снизу. В динамике. Приготовься, будешь защититься. Именно скорость движения локтем. Локоть вверх, локоть вниз. Локоть вниз, локоть вверх. Таким же образом мы можем совершать двойной порез. То есть, я вскидываю локоть внутрь, локоть вверх. Либо наоборот. Пам-пам. В динамике. Важный момент. Локоть вниз. Локоть вверх. Локоть вверх. Локоть вниз. То есть, в одной толсткости. Все остальное уже будут производить. Кроме воздействия, например, на голову, мы уже можем воздействовать на разный уровень. Используя этот же принцип. Внутрь вверх. Вверх вверх. Скорость и усилие совершаются за счет взрыва локтя, ну и вложения корпусом. В длинномерном оружии будет ровно все то же самое, только смещается на другой сустав. Но это уже другая история. Это уже вода. Продолжение следует...